По-домашнему уютный, в каком-то смысле семейный вечер подготовили для представителей из прекрасного пола брестские десантники. Однако, как полагается в армии, сначала официальная часть, а уже после сюрпризы и подарки. Согласно приказу командующего силами специальных операций, а также распоряжению командира части, лучшие сотрудницы ведомства удостоились грамот и благодарности за добросовестное несение службы и верность военному долгу. Я вообще сама из семьи военных, поэтому у меня испокон веков дед, отец, прадеды, все были военные. Поэтому, я думаю, наверное, все-таки я нашла свое место в жизни. Это мое. Я служу, продолжаю служить в этой бригаде. И я думаю, что все-таки это действительно мое место в этой бригаде. Представительница прекрасного пола в 38-й отдельной краснознаменной мобильной бригаде на особом счету. Подразделение в силу специфики своей службы имеет особенные задачи, в выполнении которых нет разделения на женские и мужские. Полевые выходы, учения, работы на территории части. Вне зависимости от времени, суток или пары года, дамы в погонах всегда в строю. Я пока, по крайней мере, не встречал еще ни одной женщины, которая безответственно относилась к своей службе и к работе. Поэтому наша женщина – это именно воплощение. И именно слово «десантник», потому что женщина-десантник – это тоже звучит гордо. В предпраздничный день в адрес сильных и независимых, мудрых и неотразимых звучали слова благодарности и признательности за службу и красоту, которую они своим присутствием привносят в мужской коллектив. Женщины-военнослужащие не боятся трудностей и готовы к новым задачам, которые перед ними поставит командование и Родина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова